Я, конечно, как истинная мадам начала с шампанского. Отмеряем. Взбивать нужно так достаточно долго. Этот кекс на меня произвел ну прям вау-эффект. Визуализируем, что мы туда добавляем много воздуха и пышности. Одной бутылочке маловока предлагаю открыть еще одну розовую. Открываем. Ничего не боимся. Осталось просто подать этот фантастический для меня десерт. Главное, не съесть сразу несколько порций, потому что вставать за стола будет сложно. Привет, мои хорошие! С вами я, Юлия Бенкендорф, ваш фудгид. Если вы смотрите это видео, значит, вы хотите научиться готовить вкуснейшие девичьи десерты с шампанским. И я вам в этом с удовольствием помогу. Но сперва поставьте лайк этому видео, подпишитесь на мой канал, если вы этого еще не сделали, а также отметьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видеорецепты. Так бывает, что после некоторых вечеринок остается много алкоголя, который вы не успели выпить. Конечно же, такие алкогольные напитки, как вино, коньяк, их можно сохранять даже после открытия бутылки. Но что же делать с шампанским? В этом случае я предлагаю вам приготовить десерты, которые не требуют свежих пузырьков игристого вина. Ух, держи. Удержали. Итак, мне понадобится всего 125 мл игристого. Мне уже 125. Остальное игристое я даже не накрываю, все равно мы будем продолжать с ним работать. Я, конечно, как истинная мадам, начала с шампанского. А на самом деле, первым в списке рецептов у меня сегодня кекс с шампанским. И для этого важно нагреть уже духовку до 175 градусов. Берем миску. Теплое сливочное масло. У меня здесь 200 грамм. Что значит теплое? Это я достала масло сливочное на ночь из холодильника. Оставила просто при комнатной температуре. И вот, смотрите, какое оно нежное и мягкое получилось. И его нужно слегка подбить миксером. Добавляем 180 грамм сахара. Подбиваем. И добавляем 3 куриных яйца. Я люблю их разбивать по одному. Еще добавляем ванильный сахар. Здесь примерно 8 или 10 грамм. И щепотку соли. Масло по стенкам обязательно нужно собрать и соединить все вместе. Чтобы весь сахар перебился. Все масло равномерно перетерло сахарок. И взбивать нужно так достаточно долго. Вот прям пока не увидим, что сахар у нас начал расходиться. Чтобы сахар не утяжелял кекс и не падал на дно. Ну вот, как вы видите, масло уже у нас не налипает на стеночки. Значит, что сахар соединился хорошо. Также масса стала более белой. Это тоже говорит о том, что сахар уже перетерся с желтками. И потерял свою структуру крупинок в основной массе. Ну, как бы вот его кристаллы стали намного меньше. И это очень хорошо. В отдельной миске соединяем сухие ингредиенты. У меня здесь 150 грамм муки. Ее лучше просеять. Люблю эта ситечка. Потому что через него мука не разлетается по всей кухне. Также я просею 30 грамм кукурузного крахмала. Его не стоит заменять картофельным крахмалом. Лучше возьмите тогда, как это называется? Боже ты мой. Загуститель сметаны. Это был тот ингредиент, который я никак не могла перевести в своих первых кулинарных книгах, которые привозила из Германии. Крахмал назывался там Speisersterke. Это был как закрепитель, загуститель. И, в принципе, нигде не имел формата то, что это является кукурузным крахмалом. То есть, есть отдельное слово для кукурузного крахмала, но немцы всегда употребляли это слово. И у меня всегда опускались руки. Я только видела интересный рецепт, думаю, фу, сейчас приготовлю. И тут смотрю, раз, и нет у меня этой Speisersterke, нету этой чайной ложечки. Конечно, я ничего не могла тогда приготовить. А потом оказалось, что это просто кукурузный крахмал. Очень классная вещь, которая всегда есть у меня на кухне. Добавляю туда 5 грамм разрыхлителя. Соль я уже добавила к яйцам и сливочному маслу. И добавляю 1 столовую ложку растворимого кофе. Если вы не любите кофе или не хотите добавлять растворимый кофе в этот десерт, можете на этом этапе добавить 1 хорошую, с горкой, столовую ложку порошка какао, например. Это тоже будет очень вкусно. Ну, или оставить чистый такой ванильный кусок. Просто перемешиваем все ложкой, чтобы равномерно разошелся как разрыхлитель, так и растворимый кофе. Он придаст особого аромата, конечно, этому кексу. Мне очень нравится. Вообще, я вам скажу, что этот кекс на меня произвел, ну, прям вау-эффект. Вот прям вау-эффект. То есть, мало того, что у него очень классное сочетание вкусовое, так он по текстуре просто невероятный. Он такой, как будто бы магазинные кексы, только приготовленные дома, и вы точно знаете, что там внутри. За это я его и люблю. Все, что мне осталось... Нет, не буду я делать этой ошибки. Я не буду сейчас соединять все до конца. Я подготовлю форму. Для формы мне, конечно же, нужен пергамент. Вот так вот, придерживая одной рукой дно, я выворачиваю краешки, перевернув вам другую сторону и повторю процедуру. Начинаем с хвостиком, а потом по краям. Этот кекс прикольный еще тем, что не нужно смазывать ничем форму, потому что он имеет достаточно много сливочного масла, и поэтому не налипнет в форме. Кстати, да, возникают вопросы. Вы мне задавали вопрос по поводу того, какой пергамент должен быть. Я никогда не задумывалась об этом, честно говоря, потому что уже много лет пользуюсь одной и той же пергаментной бумагой, но оказалось, у меня именно просиликоненная пергаментная. Вот, наверное, поэтому мои кексы и хорошо достаются из корпуса. Далеко не убираем. Подобью чуть-чуть еще сливочное масло, буквально в капулю. Визуализируем, что мы туда добавляем много воздуха и пышности. Ну, конечно, самую пышность нам придаст разрыхлитель, который у нас в сухих ингредиентах разошелся равномерно. Соединяем все так вот легко и просто. Не включая миксер, делаю вот такие вот провороты. Все прекрасно у нас застряло, ничего, встряхнем. И добавляю 125 миллилитров обычного игристого, у меня полусладкое оказалось, ну, неважно. Можете брать спокойное и сухое, здесь сахара достаточно много. И 100 грамм ореховой крошки. Это ореховая мука у меня здесь. Микс фундука и миндаля. Можете взять обычный один вид какой-то муки, или же взять орехи и перебить их в крошку. Мне кажется, классно сыграет с дискешью. Но грецкий орех стоит предварительно очистить от кожуры, потому что кекс будет слегка горьковат. Он тогда не проявит вот этот вот прикольный привкус шампанского. И все взбиваем до однородной массы. Тщательно пробиваем все стеночки миски. Все, что осталось сделать, это, конечно же, заполнить форму тестом. И я делаю это всегда в два этапа. Делюсь с вами своим горьким опытом. Не спешите. Закладывать все тесто разом, потому что часто бывает так, что пергаментная бумага выворачивается, и у вас все пойдет мимо. Поэтому я распределяю тесто по дну. Тем самым закрепляю бумагу. Вот я вижу уже недостатки. Окей. И продолжаем закладывать тесто. Уже вкусно. А после запекания в духовке на протяжении 60 минут при температуре 175 градусов, это вообще будет шедеврально. На очереди у нас сразу два следующих десерта, потому что мы будем варить глинтвейн из шампанского. Одной бутылочки маловато. Предлагаю открыть еще одну розовую. Открываем. Ну, так бывает, да. Ничего, никто не пострадал. Все хорошо. Вообще, открывание шампанского – это лотерея, которая, да, поднимает настроение в лучшем случае. Итак, мне понадобится 750 миллилитров розового шампанского. Можно взять, конечно, и белое, и гристое. Короче, какое у вас есть, необязательно свежеоткрытое. Но сегодня получилось так. Заливаю его в кастрюлю. Ничего не боимся. Боимся только того, что может убежать пенка. Но это не страшно. О, ура! Ничего никуда не убежало. И мне нужно отмерить 400 миллилитров белого и гристое. Итак, 400 миллилитров белого и гристое. А дальше мы будем варить глинтвейн. Для этого мне понадобятся специи. Начну с розового и гристое. Здесь все предельно просто. Мне нужно будет 2 штучки кардамона. Их лучше растеребить, чтобы они быстрее открыли вкус. Потом мне нужно 4 горошинки черного перца. Что-то чуть больше ничего страшного. 1 звездочка аниса. Красота. 2 гвоздички. Кто любит. 2 горошины душистого перца. И 1 палочка корицы. Лучше ее разломать. 8 грамм ванильного сахара. Ух, красота. 2 столовые ложки обычного сахара. Несмотря на то, что шампанское у меня полусухое, все равно я хочу добавить чуть-чуть сахара. И цедра апельсина. Вот так вот грубо я снимаю ее овощечисткой. Можно было бы добавить еще и сок апельсина в данный десерт, но я обойдусь сегодня так. И это все я буду заваривать на огонь. Повторяем то же самое с игристым белым вином, но я предлагаю не добавлять в этот десерт корицу, так как корица может изменить цвет нашего клинтвейна. А я хочу, чтобы именно белый вариант остался светлым, для чего вы узнаете попозже. Но, конечно же, у меня здесь только 400 мл вина, поэтому я буду добавлять 1 кардамон, 2 горошины черного перца, половину звездочки бадьяна, 1 гвоздичку, 1 душистый перец и 1 слайс цедры апельсина. Одну столовую ложку сахара, ну, ванильного сахара я предлагаю оставить 8 граммов. Только довели глинтвейн до кипения, слегка помешиваем, чтобы растворить сахар и оставляем охлаждаться и насыщаться приблизительно на час. Для желе из шампанского мне нужен желатин, всего у меня здесь 20 грамм и горячая вода в пропорции 1 к 6. То есть, если у меня 20 грамм желатина, мне нужно 120 мл воды или грамм воды. Воду стоит закипятить в чайнике и как раз пока вы замеряете желатин, она охлаждается примерно до температуры 80 градусов, чтобы не была совсем-совсем кипятком. Начинаю заливать и взвешивать 120 мл. Отлично. Перемешиваю все вилочкой. У меня быстро растворимый желатин. Есть разные способы работы с желатином. Можно также соединить его с водичкой холодной и импульсами в микроволновке по 2-3 секунды. То есть, импульс это вы включили, считайте 1, 2, 3. Выключили, достали. Опять запускаете 1, 2, 3. Достали и периодически помешиваете этот желатин, он тоже будет хорошо растворяться. Я не люблю замачивать желатин холодной водой, мне это не нравится, все равно в нем есть комочки. Вы сейчас тоже видите комочки. Но это не страшно, оставляем чуть-чуть его в сторонке остыть. Главное, не на холодной поверхности, потому что он начнет уже застывать снизу. Обычно на кухне, на столешнице оставляем, периодически заглядываем и помешиваем. Если же случится так, что вы ушли слишком далеко, забыли про желатин, не проследили, и он начал застывать, импульсы в микроволновке вам в помощь. Водяная баня, как по мне, это не лишнее. По крайней мере, с современным желатином так работать не стоит. Никогда он у меня не умирал. Сколько я десерт на желатине не делала. А, да, у меня здесь еще есть 7 грамм желатина, но это нам понадобится чуть позже. Мой розовый клинтвейн уже остыл и напитался ароматами специй. Процеживаем все через сипечко. Видите, он слегка, конечно, потемнел от корицы, и это причина, почему я в белый клинтвейн не добавляла корицы. Дальше все безумно, безумно, безумно просто. Мне нужен зип-пакет, можно было бы, конечно, залить его и в форму, но желательно такую большую и плоскую, чтобы легче было ломать кусочки и порционно готовить сорбет после заморозки. Я же люблю пакетик. И смотрите, что я делаю потом. Вот так вот соединяю пустые краешки, выпускаю воздух и закрываю. Дальше важно, прежде чем отправить пакет с глинтвейном в морозильную камеру, важно подготовить досточку, которая помещается у вас в морозильной камере, чтобы глинтвейн не заморозился какой-то закорлючкой, и вот особенно в таком виде его будет сложно разломать на маленькие порции. Отправляю в морозильную камеру на несколько часиков до полной заморозки. А я к вам почти как великий Гэтсби с бокалами для шампанского. Конечно же, узкие бокалы под желе с шампанского не очень хорошо подходят, неудобно будет его потом есть. Как вы видите, желатин у меня разошелся идеально, без микроволновки даже. Процеживаем белый глинтвейн. И просто добавляем туда растворенный желатин. Перемешиваем. В зависимости от того, сколько желатина вы добавите, вы получите либо плотный, либо такой более нежный десерт. У меня желе будет средней плотности, не такой нежный, как панакотто, но и не совсем мармелад. Хотя и мармелад шампанского тоже очень вкусный. Разливаю по формочкам. И последний, если остались капельки, распределяем равномерно в другие бокальчики. То, что у нас образовалась пенка, ничего страшного. Она либо упадет, либо вообще она будет еще нужна. Но это точно позже. Отправляем в холодильник минимум на 3 часа. Несем очень аккуратно. А тем временем у меня уже готовый кекс. Проверяю его после 60 минут в духовке зубочисткой. Идеально, как вы видите, она сухенькая выходит, красивая. Но доставать из формы его еще рано. Нужно подождать минут 10-15, чтобы он еще слегка вот так вот скрепился, взялся. Даем ему отдохнуть. Обычно шампанское в рюмочках не подают, но я и не собиралась. На самом деле я просто замерила 25 мл белого шампанского. Еще мне нужно развести желатин. Здесь всего 7 грамм. Я не буду добавлять в пропорции 1 к 6 водички, потому что мне понадобится достаточно плотное желе. При помощи вилки сошкрябываю и собираю весь быстрорастворимый желатин со стеночек. Соединяем желатин вместе с шампанским. Уже не совсем так аккуратно можно носить наш десерт, потому что он уже не проливается. Это мне нравится. Важно, чтобы он сейчас был очень холодным. То есть сразу только после холодильника. И в этот момент начинаем взбивать в пену концентрированный желатин, я бы так сказала, с шампанским. Как вы видите, я делаю это слегка под уклоном. Наша главная задача это максимально насытить желе воздухом, чтобы у нас образовалась пенка. И аккуратненько столовой ложкой я тоже слегка под уклоном собираю только верхнюю пену. То есть жидкость я не беру во внимание. Я беру пену, распределяю по десерту, чтобы она полностью покрыла шампанское. Это будет имитировать пенку от шампанского. Как вам такая идея? Сама придумала? Тоже какая-то молекулярная у нас в кухне получилась. Пока пена не осела, я быстро тут же отправляю бокал в холодильник. Как вы видите, у нас произошло отслоение пены от водички. Пены может показаться маловато, поэтому перед следующей порцией я снова ее подбиваю. В холодильник. Самое время достать кекс из формы. Это такие части, которые отвалились. Пробники для меня. Изумительно вкусно. Вообще. Это очень фантастически вкусно. Надо присыпать его сахарной пудрой. А сахарная пудра у меня, как всегда, подписана, чтобы не перепутать ее с крахмалом или содой. Они у меня рядом стоят. Берем ситечко. Советую вам немного брать сахарной пудрой в ситечко сразу, потому что иначе она упадет у вас большим куском. Вот так вот легонечко, нежно ее укладываем в ситечко и начинаем прикрушивать. Совсем чуть-чуть. Ну, не знаю, у меня как-то такие кексы, они более душевные становятся с сахарной пудрой, да? С некомпрепорошим. Ну, классика же. Нарезаем. Смотрите, какая красота получилась. Снимем пробу. Вот такой вот он. Очень нежный. Даже слегка влажный внутри. За счет шампанского, которое мы добавили. И оно, кстати, достаточно хорошо чувствуется. Поэтому, если вам встречаются люди, которые говорят, мы не пьем алкоголь, можете предложить им его съесть. Поехали дальше. Та-дам! Уже подмерз сорбет. За счет того, что он был плоским, тонким. Смотрите, какой классный. Ломаем на кусочки. Это можно сделать и порционно. Например, приготовить только одну порцию сорбета. Он ломается достаточно легко, потому что там есть сахар. Это не чистая замерзшая вода. Закладываем в блендер. Остальной глинтвейн отправляю обратно в морозильную камеру. А эту порцию легко превращаем в сорбет. Помогу немножечко ложкой. Кстати, этот рецепт у меня от Сергея Шелестова. Это прекрасный украинский повар, у которого слегка извращенный вкус в сочетании. Так же, как и у меня. Мне это очень нравится. Потому что именно такими блюдами, с простыми техниками, но с особенными изюминками, как, например, привкус специй, можно удивлять гостей. Пока этот десерт похож на граниту. Гранита – это один из разновидностей сорбета, который делают на острове Сицилия. Это насыщенная вкусами, разными бывает сладкими, солеными. Ледяная крошка. Уже вы можете увидеть, что снизу у меня уже получился сорбет. А сверху еще осталась крошка. Подминаем. Ну да, с маленькими блендерами так бывает. Это очень классно. Кстати, интересный рецепт граниты вы можете найти в моей интерактивной кулинарной книге «Магия трав». Это не просто кулинарная книга, а сборник моих самых любимых рецептов с вашими самыми любимыми травами. Также к каждому рецепту вы получаете в подарок QR-код, который отправляет вас на видео, где подробно показано, что и как готовить. Ссылка на покупку книги в описании этого видео. Перебивая сорбет, советую вам делать такие вот тоже маленькие наклоны, чтобы видеть, что нижняя часть начинает поднимать верхнюю, а это значит, что внутреннее наполнение уже становится гомогенным. Без комочков. Осталось просто подать этот фантастический для меня десерт на самом деле. Боже, у меня уже аж слюнки текут. Объясню вам, почему я его так люблю. Ну и я думаю, самое время теперь попробовать его. Хотя можно было попробовать вкус глинтвейна, пока мы его варили, и сбалансировать его вкус. Я что-то не додумалась. Ну, неважно. Я уверена, что плохо не будет, потому что этот рецепт я готовлю уже несколько лет. Вы знаете, для меня этот десерт какой-то абсолютно крэйзи, потому что, когда я ем сорбет, мне кажется, вау, сейчас будет что-то холодное, будет лето, а когда он оказывается у вас во рту, ваш мозг начинает чувствовать абсолютно все ароматы зимы и Рождества. И он думает, нет, все же зима. Потом он чувствует опять холод сорбета, опять лето, зима. И вот так вот продолжается постоянно, пока вы не доедите сорбет до конца. Главное, не съесть сразу несколько порций, потому что вставать за стола будет сложно. Та-дам! А у нас готово еще и жиле из шампанского. Гет, Бенекит. Ваше здоровье. Ваше здоровье. Мое долголетие. И мой вкусный десерт. Смотрите, ну классная же имитация получилась шампанского, как по мне. Пенка тоже, скорее всего, введет некоторых гостей в заблуждение. Они начнут тоставать и пытаться выпить. Но нет, 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 это невозможно с жиле. Идеальный десерт для девичника. Летом это очень красиво выглядит и не менее вкусным, потому что мы насытили шампанское специями. Я напомню вам, и важно, что для этого десерта мы не использовали корицу, потому что она бы сделала жиле чуть более темным, и тогда имитация шампанского в бокале у нас не получилась. Ну что ж, попробуем. Кстати, это жиле можно также готовить на агар-агаре. Между прочим, сейчас достаточно популярные десерты в Киеве в виде конфет-мармеладок на агар-агаре или на желатине, алкогольных, стоят они бешеных денег. Можно сделать подобное жиле и в формочках, добавить чуть больше желатина, чтобы они держали форму, были плотные, но стаканы найдутся в любом доме. Тем более, выглядит это, как по мне, прям вау. Вот так вот легко можно приготовить с шампанским кекс, сорбет и даже желе. Обязательно повторите в реальной жизни, но помните, что употребление алкоголя в особо больших количествах вредит вашему здоровью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова